Работники Нижнекамскнефтехима активно прививаются от коронавируса. Переболеть COVID-19 или пройти процедуру вакцинации – личный выбор каждого. Однако все же лучше сделать прививку, рекомендуют медики. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 2945 работников компании, вторым – 790. Я пришел сюда прививаться добровольно, потому что это нужно для себя, для своего здоровья. Саму процедуру проводит специально обученный медицинский работник в отдельном прививочном кабинете. Желающие заходят по одному, отдают документы на заполнение, готовят плечо и ждут заветного момента. Вся процедура занимает не больше 10 минут. После вакцинации возможно ухудшение самочувствия, но врачи уверены, этого бояться не стоит. После прохождения вакцинации у человека может быть повышение температуры до 38,5 градусов, небольшая боль, отек в месте инъекции. Этого не стоит бояться, то есть это является нормальной реакцией организма на вакцинацию, поэтому эти симптомы купируются самостоятельно в течение 1-2 дней. После прохождения второго этапа вакцинации человеку сразу же выдается бумажная справка прямо в самой поликлинике. Электронный сертификат автоматически загружается на портал госуслуги. Справка о прививке коронавируса может упростить выезд за рубеж, однако внедрение ковидных паспортов в России пока только обсуждается. Для того, чтобы человек не получал никаких серьезных проблем в этом плане, люди, прошедшие двойную вакцинацию, как положено, получают документ на руке. Это документ, который дает право человеку передвигаться без этих ограничений. Главный врач поликлиники САГАСПРО в медицине НК Хабибулла Ахмедов развеял мифы о негативных побочных эффектах вакцины от ковид-19. На сегодняшний день в нашей стране три вакцины уже прошли серьезную проверку. Мир признал, допустим, первую вакцину, что никаких проблем, абсолютно никаких осложнений не вызывает. Самый популярный миф связан с бесплодием и беременностью. Оппоненты вакцинации распространяют фейковую информацию о том, что прививка негативно сказывается на репродуктивных функциях женщин, а также вредит плоду в утробе. Однако вакцина безопасна. Отказ прививки женщинам в период беременности, а также во время грудного вскармливания является противопоказаниями. Но это связано с тем, что женщин положение стараются оградить от всех прививок и вакцин. Влияет ли на это, не влияет ли. Мы изучали этот вопрос. Они путают то, что не делают вакцинацию беременной женщине. Беременные женщины не только эту вакцину, вообще другую вакцину тоже никакой не делают, вообще не делают. Беременные женщины вообще стараются изолировать эту женщину от всяких препаратов других. До сих пор не доказан ни один из мифов, утверждающих о том, что данная прививка вызывает бесплодие. Нет никаких причин подозревать в таком серьезном побочном эффекте вакцину от COVID-19. Ученые и врачи разных стран советуют не реагировать на множащиеся фейки. Вакцинация сегодня – это реальная возможность защитить себя и свою семью от пандемии коронавируса. А если она будет вакцинирована до того, как наступит беременность, наоборот, это лучше. После того, как она забеременела, антитела от матери передаются ребенку внутриутробно. Я думаю, что вакцинация – это единственный наш способ на данный момент, чтобы прекратить вот эту пандемию.